Прозвенели последние звонки, позади выпускные экзамены. В этом году они прошли в классическом очном формате, но с соблюдением санитарных норм. Окончательные итоги подведут 15 июля, но общая картина уже ясна. Если мы будем сравнивать с вами стубальников прошлого года и этого года, то мы видим, что по литературе у нас количество стубальников на данный момент больше, по русскому языку тоже больше. Но если мы возьмем такие предметы, как химию и общество знания, в этом году, увы, у нас стубальников нет. И здесь уже итоги подведены. По словам Ольги Ткачевой, 45 человек получили 100 баллов по ЕГЭ. Почти в два раза увеличилось количество призеров и участников Всероссийской Олимпиады. А это большой плюс при поступлении в ВУЗ. По каждому предмету, если он стал победитель или призер Всероссийской Олимпиады школьников, им добавляются баллы. И эти баллы добавляются непосредственно к выпускным экзаменам. И допустим, если ты получил там 94 балла по какому-то предмету, я просто знаю, по истории победителя он получает 6 баллов. То есть ты поступаешь в ВУЗ уже как стубальник. Для сферы дошкольного образования этот год стал плодотворным. По поручению губернатора в округе открываются мини-сады. Уже работают 6 полисадиков на 615 мест. С детьми занимаются квалифицированные специалисты. Ребята здесь играют, спят, получают пятиразовое питание. Недоверие родителей к таким учреждениям рассеивается сразу после первых дней пребывания ребенка. И родителям нравится, даже тем, кто с опаской и настороженностью к этому проекту относился, то сейчас, бывав там день-два неделю, все понимают, что это полноценный детский сад. И мы делаем качественный ремонт. Это не кисточкой покрасила стены и собрал там детей с родителями. Полноценные по стандартам ремонтные работы с мебелью, с игрушками. Полисадики значительно разгружают очереди в детские сады и дают возможность родителям выйти на работу. Но, несмотря на это, количество детских дошкольных учреждений в округе необходимо увеличивать, считает глава муниципалитета.